Добрый день! Робин! Добрый день! День! Рано уже пешок! День! Молодец! Добрый день! Ну, те что остались, одного запрятали, те спят. А эти то, что дохождались. Так что, вообще у нас здесь группа. С вашим деткам, иначе не поиграться. А детские, да? Сардейские. 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 У нас обучение вот такое вот происходит. Что мы восстановим сардейскими, с картинками, с яркими. Это, конечно, все. Только на такой основе. Сегодня у вас была администрация. Сейчас ваша тема была самоделом. Мы как раз приехали в вашу чему, чтобы вы видели детей. Это ясно. Нас цікавит нас в всей Украине. Просто обигрываем. И там, где проблемы, какие есть, от наших картинок, это все. Мы, действительно, намагаем, что машина купила. То есть просто то, что, знаете, чиновник витает тебе, а мы хотим побачить реально, что они там. Реально, что мы найдем, было четыре группы. У нас в группах было по десять человек. Норма – восемь человек. Батьки суды ввели, потому что… Можно я извиняюсь? Честно, правильно говорить. Затомское. Затомское. Родители ввели, потому что даже глухие, вот сидит глухой родитель, учили говорить, учили понимать, учили обращенной речи. Все дело в том, что сейчас обращенная речью, ну как, не сейчас, она всегда была. Вы понимаете обращенную речь? А этому ребенку вы подойдите, скажите, он не поймет. Пока мы злые, мы не научки. Он будет смотреть на ваши губы, пусть он будет там слабослышащим, но он будет читывать губ, и он будет понимать, что вы говорите. А так он не поймет. Вот. В основном на жестах, а жест покажи. Вы знаете жесты? Нет, я тоже их фактически не знаю. Нас учат наши дети. Вот. Для этого вот этот детский сад, он еще 60-х годов, Перешковой. Правители тогда попросили открыть детский сад. И даже по всей, не только в Украине, и в России знают. Вот спрашивали о первом учреждении. Говорят, у нас была хорошая основа. Детский сад. Здесь очень хорошие специалисты. Они дают друг другу свои знания, наработки. И получается так, что здесь вот детей много, а их убирают. А там, где вообще не было, начинают создавать. Естественно, педагог придет, он сможет с ним заниматься. Он пока не наработает свой опыт хотя бы года четыре. Я говорю всегда, привожу пример. Вы когда идете после технику, на института куда-то, у вас есть опыт? Конечно нет. Вы пока его наработаете, пока вы станете, это пройдет года три-четыре. А кто страдает в первую очередь? Ребенок. 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 Вот и все. Вот именно из-за этого. Но в других, даже в России, уже открываются центры, которые действительно сделали, что дошкольное детство, они его поделали медицинский и педагогический. И дети намного идут быстрее и вверх и с новыми методиками. А у нас, получается опять, разновозрастная группа, жесты, куда мы его оттолкнули? Я же знаю, 18-е столетие. Это честно вам говорю. Это 18-е столетие. Ирина Матруевна, вот Алешка, папа сюда ходил, он привел сюда Алюшу. И очень много. Сюда ходили и привели. Вот я, обычно, девочку, она у меня в группе была, мы ее уже выпустили. Вот она идет сюда к нам, на сути, опять же, двое деток. Она у меня была в группе. Мы ее выпустили, она пошла в школу, закончила, вышла замуж, родила. И она уже приводит сюда своих детей. То есть... На своем опыте она уже посмотрела, что все нормально. Я так подививаюсь, конечно, казалось, все рослое, а теперь я говорю, что у вас не захочут звать. И куда вас звучит переверти? Это все ясно. Вот. А тут приду на это привлечения, да? Это как раз коммерцина сухой. Нет. Ну, нам нельзя этого говорить. Я надеюсь, что... ... ... ...